Сейчас вот с Григорием обсуждали такую тему, связку искусственного интеллекта и блокчейна. Понятное дело, что блокчейн это база данных. В базе данных мы можем хранить данные, считывать, записывать. И можем записывать туда контракты. И в принципе можно записывать контракты как агентов. Агенты это собственно автономные такие существа. И в принципе алгоритм этих агентов может быть довольно разветвленный. И в том числе включать всякие нейронные сети и так далее. И можно сказать, что это искусственный интеллект. Ну и вызов там еще библиотек дополнительно, которые позволят там вообще и РДФ, и УВЛ, и онтологии добавить. И так далее, да, доступ к интернету. В общем, можем большой какой-то алгоритм написать. Более того, на самом деле может работать в слое надчейн. То есть есть блокчейн как база данных медленная, а есть надчейн, такая быстрая, ну в флюенсе, например, та же самая тема. И будет работать быстро и дешево. Ну вот мысль такая. А что если агент не просто будет внутри блокчейна существовать, ну естественно там записывать какие-то данные, брать деньги за свои услуги. То есть обслуживать сам себя. А он будет еще заказывать майнеры. То есть ту инфраструктуру, железо, да, оплачивать. Вот, например, есть там 100 агентов, которые нанимают там людей или компании, да, платят им за то, что те, в свою очередь, поднимают компьютеры. В принципе, блокчейн примерно так и устроен, но блокчейн, ну то есть внутри консенсуса блокчейна. И там ограничения, ну окей, в депоз есть ограничения по количеству делегатов, где каждый делегат это некий человек, который сам разворачивает эту инфраструктуру. А что если у нас будет, допустим, 100 агентов внутри сети, эти 100 агентов, они будут распоряжаться там своим кошельком с деньгами и оплачивать с этого кошелька выбранным исполнителем. Исполнитель, если обеспечивает услуги, то с ним пролонгирует дальше контракт, договор. Ну а услуга это, что майнер, ну то есть компьютер, на котором выполняется энное количество там контейнеров, ну и там, не знаю, параметров. В общем, что он работает, да, там в сети, там эти тайминги, да, там все выполняет там. Вот, такая мысль.